здравствуйте мои дорогие гости зрители и подписчики моего канала канала обзор на не зазорно я благодарю всех тех кто подписывается на мой канал всех тех кто ставит мне лайки и конечно же всех тех кто пишет мне комментарии и просматривает мои ролики до конца я всегда рада новым подписчикам и конечно же я очень дорожу своими старыми подписчиками но мы переходим колесниковым ну куда без них колесниковые играют помните тел призы кучу призов которые они накупили фикс прайсе так вот сейчас они решили их реализовать то есть будут выдавать детям подарки но правильно прошлом же ролики лёша сказал что подарки надо еще заслужить вот дети будут заслуживать подарки представляете вы конечно идея хорошая но опять же не в исполнении семьи колесниковых вот что-то там не так вот смотрела я смотрела них и не могу понять что с ними не так что с этой семьей не так вроде есть мама есть папа дети есть вроде все хорошо кажется что с виду благополучная семья но это только пока не копнуть чуть глубже конечно играют дети в игру третий лишний хотя вы знаете не дети они ведь родители не привыкли детей называть детьми хотя последнее время света стала чаще говорить доча детки даже вы знаете пару раз услышала такое и на камеру свет она это варил об этом своих прошлых обзорах даже подошла и в день рождения виталина и и поцеловала а папа приобнял вот это просто было удивительно ну вот играют они в игру третий лишний значит выставили посредине зала количество стульев на один меньше чем детей то есть пять стульев шестеро детей играют первый круг заход первый и естественно виталина расстроилась потому что она выбыла и прям до слез мне так я стала жалко думать боже дитя очень совсем выздоровела я вообще не уверена что момент игры этой виталина не было температуры ведь буквально вчера и опять же если верить хронологии колесникова она лежала пластом а сегодня он уже бегает играет в эти игры конечно она расстроилась на лёша позвал сказал мол ничего не переживай сейчас он еще следующий проиграет и ничего страшного молотой играю ну и так далее и так далее очень успокоил тут мне понравился конечно подходит лёша но вы знаете как то ну не знаю я не хватило может быть теплоты все таки в его словах какой то ласки не хватило но он как то вот холодно он это все говорил правильно ну как то очень холодно по отношению к виталине не подошел к ней а ее к себе позвал тоже это не совсем верно ты видишь что ребенок у тебя полубольной она начали выздоровела ну как то вообще можно было оградить ее от этих игр но нет может она конечно сама захотела поиграть тоже возможно но ты как взрослый ты понимаешь что я сейчас нельзя она сейчас побегает вспотеет будет еще хуже чем до этого она может просто простыть от но не знаю от любого дуновиния абсолютно исходя из того что у вас там окна пропускают все сквозняки то можно себе представить какую опасность его подвергли ребенка но это опять же по моему мнению может быть я не права может быть они как-то утеплили те окна потому что смотрю анжелика в летнем платье дети все так более-менее тепло одеты анжелике одной жарко уж не знаю по какой причине она в летнем платье правда в шерстяных колготках черных но зато платье на ней летние с коротким рукавчиком ой ну нет слова честное слово длинное платье летние чуть ли не шифоновое и черные шерстяные теплые колготы так только колесниковы могут одеться и куда смотрит кстати мама с папой мне непонятно они видят прекрасно во что оделась как вырядилась и дочь но и замечание не делают и не отправляют ее переодеваться ну я немножко отвлеклась пойду дальше по игре этой когда бы была виталина она села на стул вместе с дариной но дарина была чуть раньше дети заметили дарина успела ну да успела подумала я дарина всегда и везде все успевают лучше урвать не только здесь все самое вкусное например дарине все делятся с кем с дариной вот приносится школа какой-то йогурт делится с дариной обязательно например на днях лёша был в светофоре он зашел туда я так и не поняла где этот магазин находится то ли совсем недалеко от их дома то ли в электростали на какой-то новый магазин вроде светофора ходил по этому магазину и смотрел там то одно то другое какие-то подарочки смотрел какие-то куртки у меня кстати обзор есть как он говорил это не куртки это пульта ужас конечно не пальто пульта ну и присмотрел там подарочек один другой и тут вы знаете я увидела в ролике что он подарочек подарил дарине почему не знаю почему не всем детям тоже не могу вам ничего сказать но дарина с этим подарочком носилась и говорилось можно я покажу 0 же так и у него не надо сейчас показывать ну правильно зачем надо чтобы лишние разговоры были то есть дарина ни с кем не делится зато все делятся с дариной дарина всегда успевает не только в игре но и в жизни посмотрим как будет дальше конечно вот не успевает только виталина и настя вы честное слово из этих детей остальные более-менее успевают но дарина конечно впереди планеты все в этой семье вслед за виталина выбыла настя ой анжелика вытолкнула никиту со стула но я думаю сравните анжелику и сравните никиту понятное дело что анжелика вытолкнет никиту даже если никита первый сел на стол остались анжелика и дарина ну две любимые дочи что сказать и в итоге что вы думаете дарина выиграла естественно ну и лёша дал ей приз и тут же подходит к виталине и насти и как самым больным представляете тоже выдал по призу ну хоть здесь как-то не обошел вниманием этих девочек слава богу то вечно не обделенные но вы знаете вот это вот подчеркивание лёши что вот больные дети больная настя больная виталина он это подчеркивает только вот в негативном ключе а нет что сказать вот больной ребенок я поведу его к врачу больной ребенок я хотя бы вызову врача и так далее и так далее нет прошлом моем обзоре вы если его смотрели можете услышать как я говорю о том что лёша когда вот говорил о том что хотят дети чего хотят дети добиться чтобы дети сказали свои планы на следующий год он говорит ну что никита рассказал что он хочет добиться чего хочет добиться анжелика рассказала кто там еще все дети рассказали кроме насти он говорит вот больная настя что нам сказать опять понимаете каком ключе он это подчеркивает у меня зла не хватает когда я это слышу настигали почему сразу больная вот как-то звучит да все дети получаются здорово одна настя больная и в общем вы меня поняли что я имею ввиду так я считаю любящие родители никогда не поступят а наоборот как-то умолчат про это правда и поддержат морально и психически этого ребенка но нет только не в этой семье ну что по второму кругу в эту же игру игра я сказать что я была удивлена это значит ничего не сказать давно одного раза недостаточно что ли ну хорошо играют по второму кругу анжелика упала просто упала представляете поскользнула света смеется говорить ну вот полы скользкие никита выиграл ну дали никите приз ну думаю все сейчас будет какая-нибудь другая игра ну да надежды юношей питают по третьему кругу играют в эту игру как им не надоело я честное слово не знаю я бы уже устала бы играть я устала смотреть на это играть так тем более неужели нет каких-то других подумалось мне игр анжелика в процессе этой игры падает потом когда она уже остается вдвоем с никитой один стул она снова падает и всем весело и все смеются и главное анжелике очень весело уже не знаю я что и так сильно развеселила но и было весело играть падать ну конечно если было интересно играть с куклой виталины так интересно было играть что играла до того до самой поломки этой куклы доигрались и никита и анжелика то конечно и в эту игру очень было весело играть и падать в общем что сказать ну а дальше максим порылся порылся в интернете в своем мобильнике я так понимаю что в старом своем мобильнике который отбирает лёша у детей видимо по случаю праздника выдал мобильники их старые детям потому как ногу у них кнопочные простите нашел игру которая предполагала рисовать на листиках какой-нибудь рисунок ну простенький вроде снеговика может быть и не знаю вроде снежинки что-нибудь на новогоднюю тематику но закрытыми глазами конечно это все это делать виталина отказалась играть говорит я не умею рисовать в общем не будет она но и лёша и тут и и уговорил говорит никто не умеет но попробуем тут все впервые могут отделать и вы знаете что меня удивило то что все дети рисуют на листках бумаги а4 да но все это на полу представляете не за столом они это делают ну хорошо 6 человек может быть два стола неужели в доме колесниковых нет двух столов не найдется на или одного большого так что все поместились нет на полу все рисуют сидят вот на полу и рисуют а после этого хотят чтобы дети у них не болели это виталина больная это настя тоже простые в общем я не знаю чем и о чем думают эти родители анжелика уже и кашляла и по ум даже чихала тоже в общем не думают родители вообще ни о чем о здоровье своих детей они не думают но в итоге виталина и далина с открытыми глазами рисовали потому как они плохо рисуются скрытыми а закрытыми вообще могу совершать как не нарисую и все это время как выяснилось максим рисовал карандашом без грифеля ну или поломным карандашом и естественно традициях лучших традициях семей колесниковых одну ту же игру повторили дважды и второй раз вроде как максим уже имел нормальный карандаш и вроде нарисовали что-то на света там ходила как рефери и говорит ну вот они выиграли трое выиграли ну кто они кто трое ну настя виталина и максим сподобила свет нам сказать в общем как то так вот таким вот получился у меня обзор влога семьи колесниковых если вам понравился ставьте лайки пишите комментарии подписывайтесь на мой канал всем спасибо что досмотрели до конца всем пока пока и встретимся в комментариях